всем привет сегодня я хочу показать два способа как я готовлю пышный омлет омлет получается очень воздушным пузырчатым со сливочным вкусом именно такой как нам готовили в детском саду для его приготовления берем в равных пропорциях яйца и молоко если у вас нет весов ничего страшного можно разбить яйца в стакан или банку и использовать такое же количество молока добавляем по вкусу соль немного сахара столовую ложку сливочного масла комнатной температуры и перемешиваем взбивать его сильно не надо я перемешиваю вилочкой буквально несколько секунд да и кстати желательно чтобы все продукты были комнатной температуры потому что у меня здесь молоко из холодильника и масло сразу схватилась комочка мне пришлось его разрезать на мелкие кубики если вы будете готовить без добавления сливочного масла и в металлической форме то как я заметила по собственному опыту температура продуктов особой роли не играет я буду готовить омлет вот в такой высокой металлической посуде бока и дно хорошо смазываем сливочным маслом наливаем в кастрюлю немного воды помещаем туда нашу посуду с омлетом если налить воды много то посуда с омлетом будет гулять по всей кастрюле и клониться на бок а нам надо закрыть крышечку и чтобы пар который собирается на крышке стекал по стенкам кастрюли и так закрываем крышку доводим до кипения уменьшаем огонь и готовим 15-20 минут с закрытой крышкой крышку в процессе приготовления не открываем прошло 20 минут у меня омлет готов в процессе остывания омлет слегка оседает незначительно такой омлет получается очень пышный с множеством мелких пузырьков внутри с нежным сливочным вкусом очень вкусный но единственное что здесь не хватает это золотистой румяной корочки именно поэтому мы сейчас приготовим такой же омлет только в духовке также в равных пропорциях готовим яично-молочную смесь добавляем сливочное масло соль немного сахара перемешиваем перемещаем в посуду хорошо смазанную сливочным маслом и готовим в духовке разогретой до 200 градусов 30-40 минут и очень важно не открывать дверку духовки в процессе приготовления чтобы омлет не осел я его запекала 30 минут вот такая получилась красота в процессе остывания омлет немного оседает но не теряет своей пышности получился отличный омлет прекрасный нежный сливочный вкус множество мелких пузыриков пышный именно такой как нам готовили детстве если вам понравился этот рецепт ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии всего хорошего всем пока